Дагестан является одним из ключевых производителей капусты в стране. К примеру, в 2020 году в республике было выращено около 700 тысяч тонн белокочаны, что составляет более 26% от общего объема по России. В эти дни в селе Джалган Дербенского района идет сбор урожая. С ходом уборки ознакомились представители регионального Минсельхоза и наша съемочная группа. Слово о Сильманаповой. Обробовку я сделал в сентябре. Вот она, наша качественная продукция, где нет необходимости, где вредители в этот холод, в эту погоду. Одним из главных преимуществ выращивания капусты в Дербенском районе является то, что и здесь это можно делать круглый год. Несмотря на то, что сейчас зима, середина января, на качестве белокочанной это отразилось разве что только в лучшую сторону. Как отмечают аграрии, в холодное время вредителей нет, а значит и обрабатывать химии не приходится. Целый год готовим почву, чистое, аккуратное поле, целый год ее мульчируем, готовим и начинаем сажать под капельную ленту, под капельную ленту и все. И она показывает себя достойно вообще, экологическая, чистая продукция. Я могу сейчас одну даже сломать, видите, шикарная, чистая капуста. Не то, что я выбрал, прекрасная капуста. Здесь килограмма, ну, два с половиной, ну, чуть больше, меньше. Шикарная, чистая, экологическая капуста. Свежую капусту прямо с грядок собирает и загружает фуры. Затем ее отправляет на торговые точки в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Овощи не залеживаются где-то на складах, потому что уже есть клиенты, которые ждут свой товар. Продукция очень хорошая, очень качественная. Вот видите, скоро морозы начинаются, надо собирать, вывозить этот товар. На рынке востребована как раз-таки капуста свежая. В данное время она очень востребована, из-за этого есть на нее спрос. На полях работа кипит. За один день здесь успевают собрать 100 тонн капусты и загрузить их в 4 фуры. До начала морозов аграрии планируют собрать около 1000 тонн. Кто попробовал, вот именно вот эти наши отечественные гибриды, в частности, темирязевские, наши производители, на них и переключаются. В этом и суд заключалось. Поэтому Министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана провело огромную работу в рамках вот этого проекта. И мы видим результат. И мы видим, что российские гибриды, они не уступают, даже превосходят зарубежной селекции. А главное, потребителю это нравится. И мы намерены дальше. И тех, кто выращивает, тех, кто эту инициативу подхватывает, мы намерены поддерживать. Дагестан пока единственный регион в стране, где возделывают капусту и в холодное время года. В среднем с гектара получают около 600 центнеров овощей. В течение нескольких дней сборы анварского урожая будут завершены. Но через два месяца ожидается сбор уже мартовской капусты. Асиль Манапова. Новости ННТ. Махачкала.